здравствуйте переснимаю обзор на домик это избушка на курьих ножках ну это так из сказки да на самом деле это просто дом на сваях в принципе очень хорошо вышел в общем-то это обычный четырех стеночек на сваях вот он таким делался больше фоток нету кто видел мои руки по спичкам можете узнать подобный квадратик там делаю я и показываю подробно как его делать вот мне только одно не нравится вот эти перила вот они в общем немножко не такие как я бы хотел вот свои шикарно сделаны вот они такие мощные вот эти диагональные столбы к ним приделаны ну то есть все клево клево а вот лесенка ну в принципе это конечно только мне глаза муляет другим людям как бы до реализма вот этих вот перилок я думаю все равно ну вот если бы я изменил угол наклона перила так вот приблизительно оно бы было реалистично но еще кое-что бы изменил ничего это был опыт теперь я знаю что так выглядит неестественно зато можно обратить внимание на их утонченность это конечно да хоть это опять же таки тоже не совсем естественно но для внешнего вида вполне значит вот эти свои обратите внимание вот диагонально вот эти вот штучки да они соединяют каждые свои между собой и к самому дому к самому срубу и и она действительно очень крепко так стоит крепко прикреплена хотя там обычный канцелярский пва и я вот сколько она стояла сколько я не вертел не крутил вот так ни один из этих столбиков не пошатнулся не разболтался как был так и остался они мне нужны были потому как домик этот был в композиции в горшке ну и там влажность была чтобы не гнило то столбиками он стоял впервые я здесь сделал окна именно такой стеклом видите стекло причем что я знал что оно будет в месте где будут так сказать ну влажность повышенная от земли от растений от полива потому я сделал все так что внутрь именно в средину никакая влага не должна была попасть потому здесь стекла потому здесь закрытая полностью дверь без возможности ее открыть также там мини ручка в этом я считаю и состоит главное отличие этого дома от тех домиков что я сейчас делаю что дверь не открывается крыльцо здесь небольшое ну естественно нужно же как-то выходить на лесенку можно же было бы и вообще не делать лесенку но это же нереалистично да как спускаться подниматься над дробыной ну да где такую еще дробы ну найди кстати говоря высота свай она почти в полтора раза больше чем высота самой стены в комнате также стоит сказать что здесь уже конек вот такой в общем все очень ровненько сделано щелей особых нету труба из пластилина потому она немножко побитая ну и все тут сделано очень качественно снаружи вплоть до окон с наличниками и крестовинками очень тонкими самая фишка этого дома шон со снимающейся крышей причем что об она довольно плотно заходит заметьте здесь как у амбара еще такие вот штучки причем они разной длины вот потому как они здесь одна упирается в стол другая в стеллаж третья в печку четвертая в кроватке потому каждая по высоте она немножко разная потому как разная высота где они там соприкасаются с мебелью теперь насчет мебели ну во первых я уже все здесь доделал до того момента что я уже ничего не хочу и не буду тут менять я специально делал уже композицию так чтоб сделал и забыл потому здесь уже есть и такая вот как это называется ухватка для котелков чугунков чтоб в печь их забрасывать вообще в общем то сам котелок чугунок у тут на табуреточки принято скамеечки водка чарага котелок пустой дровишки возле печки собственно говоря стол и прекраснейшая лавка с правой стороны здесь у нас дверь она кстати говорят без защелки но зачем делать защелку если дверь все равно всегда закрытая никогда не покажешь как она открывается и защелка я посчитал что здесь излишне делать так стеллажик за горшочками она не коричневая и чугун очками черными также здесь под стеллажиком небольшой ящичек дальше идет разрисованный сундучок вот вот тут вот такая вот штучка да это палочка на она здесь не случайно вот этот сундучок ну или скрынька у нее вот по бокам изолента ну изолента в моих миниатюрах часто исполняет функцию петель и это крышечка может закрываться и если убрать эту палочку то она может закрыться ну и тогда не будет видно вот что там все собственно говоря в той скрыне а там ткани какие-то ну и в общем видно что это такой ящик ящик с крышкой так ну в общем сундук постелька с подушкой смотрите вот тут изголовье заметьте спинка кровати она немножко другая да она вот тут такая как доска плашмя да такая аккуратно подровненная а с этой стороны у кровати такое больше так сказать ну как стена да чуть-чуть заокругленная да так это внутренность комнаты но это будет неполный обзор если я не покажу что тут на чердаке а здесь нету потолка зачем бабе и ге потолок да и можно увидеть здесь труба на ну дымоходная из пластилина вот такая вот посредине балка на которой опирается столбик ну и в общем там уже каркасная идет система и так или иначе не знаю насколько оно правдоподобно но если реализм брать то в общем то весь каркас по большей части должен стоять на вот этих вот фронтонах то есть ну если на фронтонах вот эти вот штуки да называли их слеги это то на что в общем то сама кровля ложилась если они на фронтонах стоят то это очень древний еще с древней Руси еще с монгольских времен способ делать крышу именно между двумя фронтонами вставить вот эти слеги я на них уже тез ну тез потому что тесали бревна топором чтобы сделать из них более доскообразную форму для покривли значит ну вот так вот внутри я вскрывал акриловым лаком ну видите он не матовый не полуматовый а он глянцевый он немножко отображается надо было наверное матовый купить ну в общем другим в принципе это нравится но я думаю что я больше глянцевые не буду покупать мне не нравится вот это отображение такой вот домик на сваях он же избушка на курьих ножках ну в общем как угодно называйте не принципиально снаружи вскрыл его лакидным лаком потому сам домик с наружной стороны выглядит немножко желтоватеньким и все в нем очень аккуратно от следов что он был в земле осталось немножко черное на сваях вы были на канале исторично живая миниатюра до скорого если вам понравилось видео можете поддержать канал подпиской и лайком и субтитры сделал DimaTorzok что он был в земле чтобы вы не пропали